партнер нашей рубрики компания bdl ребята ведут свой видеоканал о новинках компьютерной индустрии обзоры тестирования и просто веселый трэш плюс собственный интернет-магазин с действительно уникальными товарами тот редкий случай когда продавец разбирается в своем товаре привет друзья как известно постоянный зритель нашего канала может за время анонса заварить кружку вкусного чая сделать 4 сногсшибательных бутерброда и удобно усесться в кресле перед экраном и это ради того чтобы ни в коем случае не пропустить наш еженедельный дайджест в котором мы собрали все самые интересные новости и обзоры за период с 12 по 18 декабря после дебюта настольной платформы amd summit ridge в продаже должны появиться серверной модели линейки amd naples флагманской версией станет 32 ядерный вариант который ранее уже демонстрировался в паре с материнской платой с двумя процессорными разъемами в нашем случае в объектив камеры попал более доступный 16 ядерный процессор который умеет обрабатывать 32 потока данных кроме него на втором плане можно заметить профессиональную видеокарту amd radeon pro что говорит о серьезном подходе производителя к построению рабочей системы на форуме одного популярного айти портала появилось интересное исследование разгонных возможностей процессора intel core i7 7700 работая на частоте 5 гигагерц тестовый экземпляр легко преодолел бенчмарк intel burn тест при температуре 72 градуса однако запуск утилиты prime 95 увеличил данный показатель до 96 градусов после чего появился троттлинг следующим этапом проверки стала замена термоинтерфейса cpu на жидкий металл что позволило снизить температуру на целых 30 градусов впрочем обычным пользователям особо волноваться не стоит так как в повседневном режиме использования процессор легко удерживает частоту в четыре с половиной гигагерца при наличии хорошего охлаждения как и было обещано компания amd официально представила новое поколение 14 нанометровых процессоров amd ryzen важной составляющей успеха линейки является ряд инновационных технологий которые улучшают производительность микроархитектуры не обошлось и без наглядного примера где восьмиядерный процессор от amd с базовой частотой 3 4 десятых гигагерца противостоял аналогичным многоядерным решением от intel во всех проводимых тестах новинка смогла показать схожий или более высокий результат обладая при этом меньшим энергопотреблением и ценой если вы заинтересовались платформой amd summit rich напомним что старт продаж запланирован на первый квартал 2017 года на полках некоторых интернет магазинов замечена новая видеокарта семейства rodeon rx 470 от компании asus она построена на базе графического процессора amd polaris 10 с увеличенной динамической частотой подсистема видеопамяти новинки набрано с помощью gddr5 микросхем общей емкостью 4 гигабайта также адаптер оснащен надежной элементной базой фирменным кулером direct q2 и широким набором внешних портов если вы являетесь обладателем видеокарты amd rx 460 для вас имеется приятная новость оказывается путем обновления bios можно разблокировать дополнительные 128 потоковых и 8 текстурных блоков и тем самым увеличить вычислительную мощь адаптера на данный момент способ проверен для 4 гигабайтных моделей asus trix оси гейминг и сапфир nitro d5 оси после завершения процедуры можно рассчитывать на бонус производительности в районе 5 10 процентов компания corsair вышла на рынок м2 накопителей представленная модель оснащена портом pc и 3 0 и доступна в трех вариантах объема 120 240 и 480 гигабайт максимальная последовательная скорость чтения и записи данных у новинки достигает 3000 и 2400 мегабайт в секунду в продажу накопитель поступит с трехлетней гарантией по цене 125 долларов за 120 гигабайтную версию состоялся анонс новой серии ssd накопителей а data ultimate который базируется на более надежных чипах 3d млс и новинки выполнены в традиционном двух с половиной дюймовом формате и доступны в объеме 256 и 512 гигабайт а также 1 и 2 терабайта для подключения компьютеру используется интерфейс sata который в паре с технологией s lc кэшинг позволяет добиться высокой скорости чтения и записи данных в продажу накопители поступят с 5-летней гарантией и полным набором уплотнителей компания аэрокул анонсировала сразу два корпуса линейки аэро 300 разница между ними кроется в использовании боковой панели из закаленного стекла в остальном перед нами классическое middle tower решение для материнских плат формата atx или micro atx семью слотами расширения обе версии имеют пять посадочных мест под накопители 6 слотов для 120 миллиметровых вентиляторов и место для установки видеокарты длиной 372 миллиметра цена корпусов пока неизвестно компания deep cool вывела на рынок новую серию доступных блоков питания в ее состав вошли модели мощностью 500 600 и 700 ватт с эффективностью работы более 85 процентов дополнительно новинки отличаются использованием длинных кабелей в оплетке базовым набором защит и эффективным 120 миллиметровым вентилятором еще одним достоинством источников питания является трехлетняя гарантия состоялся анонс внешней звуковой карты asus sonar u7 mk2 для подключения компьютеру она использует универсальный разъем usb внутри же установлен мощный аудиопроцессор который способен обрабатывать 71 канальный звук среди дополнительных преимуществ новинки следует выделить использование эксклюзивной технологии asus hyper grounding для изоляции сигнала встроенный усилитель для наушников широкий набор внешних интерфейсов и проработанное пау компания asus анонсировала весьма интересный монитор который позиционируется в качестве игрового продукта новинка построена на базе изогнутой 32 дюймовой full hd в и панели с частотой вертикальной развертки на уровне 144 герц дополнительно монитор может предложить поддержку полезных технологий а также наличие удобной подставки и возможность настенного монтажа на январской выставке cс 2017 компания lg планирует представить 32 дюймовый 4к монитор с поддержкой hdr новинка построена на основе ips панели и может похвастать 95-процентным охватом пространства dsi также модель отличается поддержкой универсального интерфейса usb type-c и использованием симпатичной подставки арк-лайн стоимость монитора пока остается с загадкой компания msi представила свой первый игровой монитор он построен на основе 27 дюймовой изогнутой full hd в и панели радиус ее кривизны составляет 18 сантиметров а частота вертикальной развертки достигает 144 герц вдобавок монитор может похвастать 110 процентным охватом палитры srgb и поддержкой целого ряда фирменных технологий что же касается геймеров то им обязательно понравится удобный аппаратный прицел fps фронт-сайт и возможность настройки с помощью утилиты msi гейминг-центр 30 декабря состоится презентация нового планшетного компьютера xiaomi mi pad 3 который работает под управлением windows 10 он построен на базе процессора intel core m3 а также имеет в своем распоряжении 8 гигабайт узу и встроенный накопитель на 128 или 256 гигабайт кроме этого новинка оснащена двумя камерами портом usb type-c и аккумулятором емкостью 8000 миллиампер часов цена на планшет стартует с отметки 290 долларов клавиатурная док-станция будет продаваться отдельно в продажу по цене 530 долларов поступил премиальный смартфон honor magic он оснащен 5-дюймовым изогнутым amoled экраном 8 ядерным процессором четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти однако выделяет новинку совсем не железо а поддержка интересных технологий одна из них позволяет активировать смартфон если его взял в руки владелец также имеется функция вывода новых уведомлений лишь в том случае если камера гаджета идентифицирует лицо пользователя китайская компания джиу не презентовала достаточно необычный 5 7 дюймовый смартфон а главная его особенность заключается в емком аккумуляторе на 7000 миллиампер часов кроме этого аппарат может похвастать качественным amoled экраном 8 ядерным процессором 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти любители же фото и видеосъемки обязательно порадует двойная камера след вспышкой ориентировочную стоимость новинки узнаем уже 26 декабря по ориентировочной цене 16 долларов в продаже появится игровой манипулятор bio star racing а m3 он построен на основе оптического сенсора pixart с разрешением 5000 dpi и переключателем huano со сроком службы 10 миллионов нажатий корпус новинки имеет симметричный дизайн и глянцевое покрытие спинки на подошве расположились тефлоновые ножки для быстрого и комфортного перемещения также присутствует поддержка фирменного по и возможность создания макрософт компания microsoft вывела на рынок обновленное приложение microsoft translator благодаря интеграции нейронной сети она обеспечивает более точный перевод для 9 языков что позволяет организовать удобное общение между иностранцами для этого необходимо лишь иметь смартфон с установленным приложением и доступ к интернету используя такой метод можно вполне комфортно проводить бизнес-переговоры экскурсии для туристов или учебные семинары кроме самых актуальных новостей из жизни айти индустрии прошедшая неделя могла запомниться нашим читателям следующим перечнем обзоров 12 декабря мы опубликовали отчет о тестировании материнской платы gigabyte q 170 м она выгодно отличается удачной конфигурации рабочие панели наличием интерфейсов sata express и m2 большим количеством usb портов и традиционно высоким для гигабайт качеством изготовления вдобавок выделим поддержку технологий intel sba и v pro а также реализацию портов com и l5 что является весьма важным аспектом при сборке офисного пк во вторник на нашем портале появилась рецензия на игру тайтан пол 2 пожалуй одного из наиболее ожидаемых блокбастеров прошедшей осени рассказать обо всех изюминках проекта взялся солдат ополчения пилот сверхтяжелого боевого робота и просто хороший человек сергей кривопустов который провел за штурвалом огромного шагающего робота не один десяток часов 14 декабря был представлен обзор ssd накопителя kinston kc 400 его достоинства можно отнести приятный дизайн небольшую толщину корпуса низкое энергопотребление а также отсутствие движущихся частей и вибрации при работе что же касается производительности то она вполне соответствует заявленным параметрам поскольку легко превышает 500 мегабайт в секунду при последовательном чтении и записи сжимаемых данных в четверг мы добрались к третьей завершающей части нашего аналитического марафона посвященного сборке домашнего пк на десерт было припасено несколько наиболее мощных конфигураций которые способны обеспечить максимум производительности в сверх высоких разрешениях дополнительно мы проанализировали состояние вторичного рынка комплектующих чтобы наши читатели смогли комплексно подойти к решению поставленной задачи 16 декабря увидел свет обзор видеокарты asus expedition gtx 1050 благодаря использованию 14 нанометровой микро архитектуры nvidia pascal новинка обладает хорошей производительностью для своего ценового сегмента также она может похвастать качественно элементной базой и достаточно эффективным двух вентиляторным кулером любители же разгона по достоинству оценят хороший оверклокерский потенциал модели и поддержку многофункционального фирменного п.о ну и наконец воскресенье мы опубликовали любопытную статью сравнения в которой коснулись темы кэш-памяти процессора хорошо известно что тактовая частота и количество ядер напрямую влияют на уровень производительности особенно в оптимизированных под многопоточность проектах что же в таком случае дает кэш-память и какую роль играет в рабочем процессе на эти и другие вопросы мы ответили в нашем материале на этом все друзья спасибо за просмотр подписывайтесь и до следующего выпуска спасибо за просмотр подписывайтесь и до новых встреч! Продолжение следует...